Религиозные фанатики нас обвинили в кощунстве, богохульстве и святотации за видео, где я танцую с просфорой, и пообещали нас отлучить от церкви и не пускать в православные храмы. А нам пофиг. В том же самом, такие же самые фанатики обвиняли самого Иисуса Христа. Кстати, а почему с освященным хлебом нельзя проявлять эмоции так, как это я делаю? А с освященным огнем можно проявлять эмоции, как это делают на Пасху православные арабы в Иерусалиме? Вероятно, у арабов такие традиции, а у нас блогеров тоже традиции. Контент должен быть динамичным и эмоциональным. У нас в Магадане это называется наезд по беспределу. Поэтому я требую объяснить, почему нельзя танцевать у себя дома со своей просфорой. Эту просфору мне поп вручил, мне поп вручил, мне поп вручил. Я, как блогерша, показываю своим зрителям свою частную религиозную жизнь, на которую имею конституционное право. Меня священник угостил просфорой, и я радуюсь и делюсь этой просфорой со своими зрителями. А потом меня зрители спросили, что такое просфора и зачем она нужна. И я рассказываю то, как я это понимаю. Эта особая булочка в церкви используется для богослужений. Мы разбираемся в православном богословии, в отличие от наших хейтеров. Знаем, что не нарушаем никаких христианских догматов своим контентом. Потому что догматов про просфоры просто нет. А есть только частное мнение средневекового монаха или современного священника на тему, что такое благочестие и благоговение, с которым мы не обязаны соглашаться. Мы, христиане, едины в главном – в вере в Иисуса Христа. И каждый из христиан уникален в том, как эта вера проявляется у каждого в жизни. А те, кто нас обвиняет в кощунстве, как правило, в религии не разбираются или разбираются условно. А ретранслируют кринж, бред и агрессию, которых они где-то услышали, им это понравилось. Потому что они воспринимают религию как право на вмешательство в чужую жизнь. И право безнаказанно унижать и оскорблять других людей. Ну а мы за свой контент отвечаем перед Богом и перед зрителями. Поэтому объясняем, что именно мы хотели показать своими видосами про просфоры. Первый видос – это я пою православную частушку про церковную жизнь, когда священник кому-то подарил просфорку. «Мне просфорку подарил очень добрый батюшка, чтоб под зависть и подохли в церкви злые бабушки». А остальные завидуют. Я честно говорю, что зависть – это грех, но все все равно завидуют. Им пофиг. Объясните, почему народные песни и калятки можно даже в храме, а частушки у себя дома и в социальных сетях в своих нельзя? Следующий видос с этой же просфорой – это разоблачение стереотипа о том, что в церкви все платное и все за деньги. Вот видите, все самое ценное и самое интересное в церкви за деньги не купишь, поэтому это бесплатно. Бесплатно, да. Бесплатно, да. Бесплатно, да. А я пародирую инстасамку, которая поет про то, что все, что ей нужно, то за деньги. А я пою то, что все, что мне нужно, то бесплатно. На тему, что не все в церкви покупается за деньги, даже сами священники периодически записывают проповеди. Почему им можно, а нам нельзя? Я не покупаю свечи и саракаусты. Ну нет и нет, обойдусь. Мне нужна церковная молитва, исповедь и евхаристия. А это бесплатно. Наши зрители в комментариях спросили, что такое просфора и зачем она нужна. И мы сделали короткое информационное видео про просфоры. Я высказываю свое мнение частное про просфоры и говорю, что священники тоже делают контент о просфорах. И предлагаю посмотреть и сравнить. А еще ценность просфоров в том, что их мало. Вот таких больших, их всего пять. А маленьких гораздо больше, но меньше, чем число прихожан в храме. Там еще Ленин присутствует. Ну, намек на тему социальной несправедливости в церкви. Ну, конечно, просфоры можно нарезать на кусочки маленькие и раздать всем. Но это уже не православие, а коммунизм какой-то. Кстати, это не просто Ленин на броневике, а действующий макет мироточивой иконы, который мы изготовили, чтобы показать, что мироточение это не религиозное чудо, как регулярно врут на церковных, медийных ресурсах, а физическое явление и никакой мистики. Я еще подняла тему про церковные доносы, потому что я это постоянно вижу и постоянно под это попадаю. Я в церковь прихожу, а священник начинает меня ругать за то, что якобы я в интернете пишу гадости. Я настойчиво требую конкретики. В чем конкретно я не права? И понимаю, что батюшка мой видос не смотрел. Мою статью не читал. Пересказывает то, что про мой контент кто-то что-то сказал. Мы, как блогеры, считаем аморальным репостить непроверенную информацию. Ну и кто теперь слуга сатаны? Блогеры, которые отвечают за свой контент? Или священники, которые не отвечают за свои слова? Ну и четвертое видео. Это просто очередной мем из цепочки пародии на вкусно и точка. Просфора. Вкусно и свято. Вкусно и свято. Просфора. Она и вкусная, и святая. В чем здесь неправда и кочунство? Мы ни в чем каяться не собираемся, потому что не считаем себя в чем-то виноватыми. А если какие-то религиозные фанатики будут применять к нам противоправные действия, то мы будем защищать свое конституционное право на религиозную жизнь. Не в нелегитимном церковном суде, а в гражданском суде, где у нас будет экспертиза, адвокат и возможность подать встречный иск. А если кто-то захочет отлучить от церкви и анафематствовать на основании церковных канонов, да нам пофиг на вашу анафему, так как эти древние византийские документы в правовом государстве Российской Федерации нелегитимны. А прикол в том, что если какая-то церковная моська, чтобы выслужиться перед церковным начальством, начнет сильно нас обижать, то мы будем защищаться, и возникнет скандал. И церковное начальство нам сделать ничего не может. Мы миряне. Нас нельзя лишить должности в храме или священного сана. А вот того священнослужителя, который в этом скандале будет задействован, как раз можно. Мы уже писали в своих статьях на Дзене про то, как в благодарность за верную службу патриарх Кирилл Гундяев увольнял и лишал священного сана своих верных служителей. У Минского, Кураева, Алфеева, Шатова, Романова и многих других уважаемых священников и епископов. Тот священник, кто велит охраннику не пускать меня в храм, получит скандал. И сам же в нем и будет виноват. Справедливо. А мне пофиг, пойду в другой храм. Мне строго пофиг, мягко пофиг. В каком храме и у какого батюшки молиться Богу, иконы целовать, исповедоваться и причащаться, и просто радоваться. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, что еще из церковной жизни нам разобрать. На какую тему снять познавательный коротенький видосик. Субтитры создавал DimaTorzok